Привет, сноубордисты! Squatboard Shop VR Freeride с вами. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Хочу сделать обзорчик на доску Soul Stick, которая называется Pitch Wing 157 Ростовки. Я нахожусь в Поляне, в данном случае в музее друзей, и снимаю здесь для вас этот обзор. Сравнить эту доску хотел бы, наверное, с доской Moss Snow Stick, которая называется Performance Quad 160, потому что я ровно год назад катался на этой доске. Ровно год назад я катался на доске Performance Quad 160 здесь, примерно в тех же условиях. Сегодня выпала куча снега, такая не очень хорошая видимость, что туманно, снег все еще продолжает идти, но, в общем, хороший снег. И до этого было такое трассовое катание. В этом году все то же самое повторяется. Я приехал, выпал снегопад, потом было пару дней такого разбитого, разбитых трасс и обледневших местами. И вот сегодня опять очередной снегопад. Покушали еще павдера за вас. Pitch Wing – это бренд Soul Stick. Это канадский бренд от такого производителя, как Coran Edison. Очень редкий бренд. Ну, вообще он редкий, потому что только в нашем магазине Squat и продается. У нас в тестах была такая доска, точнее и есть, Pitch Wing 160-й. Но на самом деле бренд уже не выпускает эту доску в 160-й Ростовке. Она такая беленькая. Если кто-то был у нас на тестах в Шерегеше, могли на ней покататься. И позиционируется эта доска, как карвинговая доска. Именно карвинговая, не фрирайдная, хотя вот ее, собственно, шейп, он пригоден для прирайда на все 99%, но на все 100% эта доска предназначена именно для карвинга. Почему для карвинга? Потому что у нее полностью кембер, полный кембер от практически носа и до начала рокера хвоста и нет никакой ложки. То есть она хорошо цепляется за склон, плюс она широкая. То есть вы можете в своей стойке, не сильно разворачивая крепление, укладываться на склоне, на отротраченном, если вы катаетесь именно в таком карвинговом стиле, ну или любите просто иногда так покататься, то вы свои обычные углы ставите и вам не нужно их куда-то разворачивать. Ширина талии у 157-й 285 мм. Предназначена для карвинга действительно на 100%. Она жесткая. Причем жесткая, как и торсионная жесткость у нее достаточно высокая, так и продольная жесткость достаточно высокая. Это значит то, что на ней нужно кататься на достаточно большой скорости, чтобы она въехала в правильный поворот, в правильную дугу. Нужно на нее хорошенько надавить. То есть, скорее всего, людям 90, ну там 80 плюс килограмм и только тем, кто очень действительно хорошо катается. Потому что иногда на расслабленном, вот даже я, совершенно тяжело ее провернуть, в смысле вот в дугу вогнать, когда ты просто едешь расслабленно. Это на жестком. На мягком снегу она едет совершенно идеально. То есть, вот сегодня Powder Day. Она везде плывет. У нее широченный длинный нос. Сама она широкая. Ты просто стоишь и тебе нужно чуть-чуть лишь управлять стопами, чтобы направить доску в нужное направление. Немножко не очень хорошо, конечно, на такой доске кататься по узеньким вот этим вот полянским трассам, так скажем, которые, в принципе, даже не трассы, а какие-то технички. Просто их вот используют как трассы. Особенно, когда там лыжники уже по центру какой-то вот такой вот бугор нарыли, и все это заледенело. Конечно, это доска для широких, ровных, отротраченных трасс, таких, как, например, в Шерегеше. Ну, здесь тоже на Красной Поляне можно найти такие трассы. Они не всегда, конечно, подготовлены, но, в общем-то, можно найти. Но вот по этим техничкам на ней, конечно, кататься такой себе. Плюс из-за ширины доски у меня, например, девятый размер ноги. Нормально я с ней справлялся. Она достаточно хорошо входит в повороты. То есть, вот перекантовка, несмотря на ширину, происходит достаточно быстро за счет шейпа, за счет формы. Но при этом все равно, конечно, девятого размера, наверное, маловато для нее. то лучше бы, конечно, если будет такую доску себе выбирать человек с размером не меньше американской десятки. То есть, стопы, конечно, поднапряглись слегка. Но, опять же, это я говорю про жесткое. В целине совершенно не чувствуется ширина доски. При этом, например, Performance Quad, она гораздо уже. У нее тоже хорошая торсионная жесткость, а продольная жесткость мягче, ниже, чем вот у этой доски. И поэтому на ней было все гораздо проще. Я имею в виду и повороты, и сама перекантовка проще, потому что поуже. Pitch Wing есть еще в 152-й Ростовке. Вот я даже думаю, что под мои 90 килограммов со всем оборудованием и рюкзаком 152-я даже бы, наверное, меня хорошо выдержало, потому что она тоже широкая, но не такая. 152-я, талия у нее 276 миллиметров, на сантиметр поменьше. Однако она при этом все равно широкая, короткая. То есть, как раз по лесам кататься замечательно. Но в Powder Day 157-я в лесах здесь очень хорошо себя показало. Быстро поворачивает, все классно. Но вот именно по жесткой трассе, каким-то разбитым, доска от MOSS для моего размера ноги девятки гораздо лучше подходит. То есть, если у вас размер ноги небольшой, то лучше, конечно, выбирать доску поуже. Если вы хотите больше карвинга, то можно выбрать доску пошире. Почему я вообще говорю про Soul Stick? Ну, я ее взял потестить сюда, и дальше она поедет тоже в тесты от магазина Squod. У нас, к сожалению, именно вот такой, 157-й модели, в тестах нет. Теперь она появится, и вы сможете покататься на ней, ну, скорее всего, в следующем году уже в Шерегеше, где-нибудь в декабре, да, мы, если все пройдет, будет хорошо, и мы туда поедем, привезем эту доску, попробуйте, она интересная. Это, на самом деле, флагманская доска бренда, поэтому ее не может не быть в тестах, не должно не быть в тестах. И, в общем, мы эту, как сказать, дырку закрываем этой доской, вы можете покататься. Ценник на нее вполне приемлемый, то есть, по сравнению, конечно, с японскими досками гораздо ниже, но удовольствия вы получите не меньше. Что еще? Крепление Trigger. Крепление Trigger хорошо себя показали, отлично, все хорошо. Единственное, что, вот, на что хочу обратить внимание, это нужно все-таки сажать болтики на фиксатор резьбы, потому что периодически раскручиваются, да, то есть, ловлю, что вот он прям стал совсем легко ходить ремешок, и лучше посадить на фиксатор резьбы. В общем, очень рекомендую эту доску для людей, наверное, даже около 100 килограммов веса, ну и больших размеров ног эта доска вполне выдержит, и вы можете даже не сильно за острые углы ставить. И опа! Мы вот оказались в магазине Squat Москва Таганка. Доска Soul Stick Pitch Wing 157, напомню. Вот смотрите, у нас приехала маленькая поставочка, вот такой дизайн, на котором я катался в поляне. К нам приехал немножко другой дизайн для тех, кто любитель попроще, да, здесь такой дизайн спорный, так скажем. Вот доска, такая вот красненькая, более строгая, так что они у нас есть. Приходите, приезжайте. Приехал еще, на самом деле, я очень пожалел, что взял Pitch Wing, а не вот, например, вот этот Blower 162, потому что Blower более фрирайдная доска, чем Pitch Wing. Почему я вообще стал тестировать Pitch Wing? Потому что у нас в тестах был Pitch Wing, но он немножко другой, он вообще не такой, поэтому новый Pitch Wing, когда попадет в тест, обязательно попробуйте. Blower у нас в тестах есть, такой же, он примерно такой же жесткости, но немножко геометрия доски другая, и здесь есть ложечка для фрирайга, катания в павдере, есть ложечка. У Pitch Wing ее нет, потому что это доска для карвинга. И приехал вот такой дизайн доски FUKAI, прикольный, с двух сторон он такой клетчатый, это навеяно каким-то ракетостроением старым, да, но в принципе это и есть ракета с Wallow Tail 168-й, при этом он очень мягенький, комфортный, будет хорошо держать, то есть она мягкая доска, хорошо входит в поворот, но при этом торсионная жесткость, продольная, да, у нее достаточно высокая, то есть она будет хорошо держать и быстро перекантовываться. Так что приходите за новинками от Soul Stick'а в магазин на таганку, да не только, они по всей сети у нас есть.